всем привет меня зовут илья афанасьев я профессиональный фотограф больше 10 лет последний мой продукт который я активно развиваю это портреты в офисе клиента то есть приезжая разворачиваю там фон свет все дела и произвожу съемку всего персонала непосредственно на месте я очень люблю канал радио аврора на ю тубе и я вижу какие разные сейчас видео там выходит с точки зрения освещения спикеров и хотел бы немножко рассказать о том как мне кажется стоило бы организовать освещение если вы снимаете говорящую голову ну то есть когда мы снимаем человека либо по пояс чуть выше до либо по грудь как вот здесь вот эти вот два варианта бы хотел рассмотреть михаила кукарева я очень люблю он очень крутой журналист прекрасно ведет эфиры но вот очень со светом ему не везет вот этот вариант вот в этой студии чем он плох дело то что свет заходит сзади фактически за это у нас полностью все лицо оказывается в тени и вот этот блик на голове он очень яркий практически на грани пересвета самое получается яркая самопривлекающая . во всем его лице и это просто ну как бы блик который нам ничего не говорит вот в этой студии здесь значительно больше источников освещения но свет все равно приходит сверху и хотя бы с одной стороны у нас вроде как более-менее ровно свет ложится на лицо глаза опять же оказываются в зоне тени то есть из-за того что надбровные дуги здесь присутствуют и свет стоит получается сверху у нас опять же глаза оказывается в зоне тени это нездоровая ситуация и давайте немножко поговорим о том как в принципе стоило бы выставлять свет для пикеров для того чтобы снимать вот такие эфиры вот это не самый мой лучший портрет но на нем очень хорошо видно как располагается свет и какая тень получается от носа в случае если мы идеально выставляем все чтобы все было очень хорошо это мужской портрет здесь мы можем себе позволить на некий градиент у нас часть лица получается в тени самое главное что смотрите у нас половина лица очень хорошо освещено а на второй половине у нас начинается градиент то есть переход в темную сторону еще сзади у нас присутствует определенная подсветка что таким образом принципе вот это вот грань еще хорошо подсвечивается это вот классика такого хорошего здорового портрета как здесь выставлен свет свет находится под 45 градусов от нас по горизонтали и под 45 градусов наверх если мы говорим о вертикали то есть видите по если мы увеличим эту фотографию то мы можем увидеть что блик на глазе как раз присутствует под 45 градусов вверх относительно непосредственно зрачка давайте посмотрим еще один вариант когда свет заходит получается не сбоку а непосредственно по центру его получается сила должна быть такой в этом случае чтобы на краях лица образовался градиент чтобы получается получили уходила в эту сторону и тогда у нас получается лицо объемно если нам просто будет сверху и прямо бить в прожектор и ну или какой-то свет то может возник ситуации что лицо освещено достаточно таки ровно и не происходит вот этого объема давайте посмотрим еще один вариант здесь вот тоже мы можем видеть вот эту вот ситуацию свет получается находится практически по центру но чуть-чуть увидим сторону и вот этот вот тень под носом у она как раз создает вот эту ситуацию мы видим что она очень маленькая очень красивая и мы видим черты лица связи с тем что присутствует тень и свет уходит тень на краю лица здесь также сзади если вы увидите посмотрите есть дополнительное освещение то есть вот подсвечиваются волосы здесь ухо здесь это получается сзади на затылок человека направляются еще дополнительные источники освещения они такие узкие направленные зажатые получается шторками для того чтобы нигде в другом месте этот источник не проявился и не попал непосредственно в камеру еще раз возвращаясь к этому портрету хочу сказать что выставление правильного света также учет яркости света размера источника это в принципе ну много факторов которые сложно учитывать но вы всегда можете положиться на тень под носом то есть если она небольшая она заметная она не касается линии губ она не касается линии начинающейся тени с второй половине лица вот именно такого размера и должна быть тень в идеальном портрете но естественно что когда у нас несколько спикеров студии когда мы работаем с несколькими камерами то у нас может получиться немножко другая ситуация но это идеал которым стоит стремиться вообще подбор конечно расположение источника освещения и относительно головы говорящие это очень непростая тема и вот здесь плюс-минус один сантиметр может сыграть вот эту вот роль смотрите здесь получается на этом портрете хотя его в принципе считаю удачным но здесь вот тень от носа уже дошла до и рта и дошла до края получается вот это его тени фактически под глазом у меня образовался такой треугольник света некоторые называют этот свет светом рембранта и вроде как это такой интересный может быть психологический портрет с другой стороны я не люблю такую ситуацию потому что плюс-минус тут поворот в другую сторону от света и фактически меня полностью вся эта сторона лица окажется абсолютно темной поэтому моя рекомендация для тех кто организует свет в студии все-таки организовать его прямо по лицу прямо по центру и но естественно чтобы он под 45 градусов смотря сверху почему под 45 то что у нас эти вот надбровные дуги они примерно вот под этим же углом ну в среднем у людей уходят и все-таки глаза остаются освещен то есть свет все-таки заходит сверху он образует нам необходимые рисунок по подбородкам тень тень под глазами немножко но сами глаза должны конечно оставаться освещенными еще один момент который я хочу подчеркнуть что очень часто на камерах присутствуют дополнительные источники освещения вот на моей камере к примеру я его в принципе мог бы включать этот цвет видите как с мое изображение сразу стало лучше но безусловно смотреть в камеру откуда на тебя светит некий такой прожектор очень неудобно и еще раз именно поэтому рекомендуется свет получается поднимать выше камеры и таким образом чтобы он не слепил вашего спикера друзья спасибо вам большое за внимание ставьте лайк под этим видео всем всего хорошего пока